Аудиокнига своими руками Студия «Барабаны судьбы» Читает Александр Водяной Антон Павлович Чехов Злоумышленник Читает Александр Водяной Перед судебным следователем Стоит маленький, чрезвычайно тощий мужичонка В пестрядиной рубахе и латаных портах. Его, обросшие волосами, изъеденные рябинами лицо и глаза, Едва видны из густых нависших бровей И имеют выражение угрюмой суровости. На голове целая шапка давно уже нечесанных путаных волос, Что придает ему еще большую паучью суровость. Он босс. «Денис Григорьев», — начинает следователь, «Подойди поближе и отвечай на мои вопросы». «Седьмого числа сего июля Железнодорожный сторож Иван Семенов Акинфов, Проходя утром по линии на сто сорок первой версте, Застал тебя за отвинчиванием гайки, Кои рельсы прикрепляются к шпалам». «Вот она, эта гайка». «С каковою гайкой он и задержал тебя?» «Э? Так ли это было?» «Чего?» «Так ли все это было, как объясняет Акинфов?» «А-а-а! Женамо было». «Так, хорошо. Ну, а для чего ты отвинчивал гайку?» «Чего?» «Ты это свое чего?» «Брось!» «Отвечай на вопрос». «До чего ты отвинчивал гайку?» «Коли б не нужна была, то не отвинчивал бы», — Крепит Дениска, сяясь на потолок. «Ах, вот как! А для чего же она тебе понадобилась?» «Это гайка». «Гайка-то!» «О! А мы из гаек грузило делаем». «Кто это мы?» «Мы — это народ. Климовские мужики, то есть». «Послушай, братец, Не прикидывайся ты мне идиотом, А говори толком. Нечего тут прогрузило врать. Вот тебе! Отродясь не врал, а тут вдруг вру!» Бормочет Денис, мигая глазами. «Да не что, ваше благородие, Можно без грузила, Ежели ты живца или выползка На крючок сажаешь. То не что он пойдет ко дну, Без грузила-то. Хе-хе, вру!» «Хе-хе!» Усмехается Денис. «Черт ли в нем живце-то, Ежели поверху плавать будет? Окунь, щука, налим Завсегда на донную идет, А которая, ежели поверху плавает, То тут разве что только Шелепер схватит, Да и то редко. В нашей реке не живет Шелешпер. Эту рыбу просторно убит. Ты-то чего мне про Шелешпера Рассказываешь?» «Бестолыч». «Чего?» «А, так вы сами и спрашиваете». «У нас и господа так ловят. Самый последний мальчишка Не станет тебе без грузила ловить. Конечно, который непонимающий, То тот без грузила пойдет. Дураку закон не писан. Хе-хе-хе!» «Так ты говоришь, Что ты отвинтил эту гайку Для того, чтобы Сделать из нее грузила? А то ж для чего еще? Не в бабки же играть!» «Но для грузила Ты мог бы взять свинец, Пулю, Гвоздик какой-нибудь, Но свинец на дороге не найдешь. Купить надо, А гвоздик не годится. Да нет, Лучше гайки и не найти, И тяжелая, И дыра есть. Эть, дураком, Каким прикидывается! Точно вчера родился Или с неба упал? Разве ты не понимаешь, Глупая голова, К чему ведет Это отвинчивание? Не догляди, сторож, Так ведь поезд мог бы Сойти с рельсов. Людей бы убило. Понимаешь, Ты людей бы убил? Да избави, Господи, Ваше благородье! Зачем же убивать? Не, что мы не крещеные, Или злодеи какие. Слава тебе, Господи! Господин хороший! Век свой прожили, И не только, Может, чтобы убивать, Но и мысли в таких В голове не было. Спаси и помилуй, Царица небесная! Что вы, что вы! А отчего, по-твоему, Происходит крушение поездов? Отвинти две-три гайки, Вот тебе и крушение! Денис усмехается И недоверчиво щурит На следователя глаза. Ну уж сколько лет Усей деревней Гайки отвинчиваем! И хранил Господь, А тут крушение, Людей убил. Вот ежели б я Рельсу унес, Или положим бревно, Поперек ей на пути Положил, Ну, тогда, пожалуй, Своротила бы поезд. А то... Тьфу! Гайка! Да пойми же ты, Что гайками Прикрепляется рельса К шпалам! Это мы понимаем! Так мы ведь не все Отвинчиваем! Оставляем! Не без ума делаем! Поднимаем! Денис зевает И крестит рот. В прошлом году Здесь сошел поезд Стрельсов, Говорит следователь. Теперь понятно, Почему? Чего изволите? Теперь говорю, Понятно, Отчего в прошлом году Сошел поезд Стрельсов. Я понимаю. Так на то вы И образованные, Чтобы понимать, Милостивцы наши. Господь знал, Кому понятие давал. Вот вы и рассудили, Как и что. А сторож ваш, Тот же мужик, Без усякого понятия, Хватает за шиворот И тащит. Ты рассуди, А потом и тащи, Сказано, Мужик, Вот и ум мужицкий. Запишите также Ваше благородие, Что он меня Два раза По зубам ударил И в груди. Не будем отвлекаться. Когда у тебя делали обыск, То нашли еще одну гайку. Эту в каком месте ты Отвинтил? И когда? А, это вы Про ту гайку, Что под красным сундучком Лежала. Не знаю, Где она там у тебя лежала, Но только Нашли ее. Когда ты ее Отвинтил? А я ее Не отвинчивал. Ее мне Игнашка, Семена Кривого Сын дал. Это я Про ту, Что под сундучком, А ту, Что на дворе, В санях. Мы вместе С метрофаном Вывинтили. С каким еще Митрофаном? А с метрофаном Петровым? Нечто не слыхали. Невода у нас делает И господам продает. Вот ему Много этих самых Гаек требуется. На каждый Невод Почитай Штук Десять. Послушай, Тысяча Восемьдесят Первая Статья Уложение О наказаниях Говорит, Что за всякое С умыслом Учиненное Повреждение Железной Дороги, Когда оно Может подвергнуть Опасности Следующей По сей Дороге Транспорт. И виновный Знал, Что Последствием Всего Должно Быть Несчастье. Понимаешь, Глупая Твоя голова. Знал, А ты Не мог Не знать, К чему Идет Это Отвинчивание. Да, Так вот, Он Приговаривается К ссылке В Каторжные Работы. Ну, Конечно, Вы Лучше Знаете. Мы Люди Темные. Не, Что мы Понимаем. Все-то Ты Понимаешь. Это Ты Врешь. Прикидывайся. А Зачем Врать? Спросите На деревне, Коли Не верите. Без грузила Только Уклейку Ловят. Она На что Хуже Пискаря? Да и То Не пойдет Тебе Без грузила. Ну, Ты еще Прошели Шпера Расскажи. Хе-хе Улыбается Следователь. Да Шели Шпер У нас Не водится. Пущаем Леску Без грузила Поверх Воды. На Бабочку. Так Идет Гулавль. Да и То Редко. Так Ну, Помолчи. Наступает Молчание. Денис Переминается С ноги На ногу, Глядит На стол С зеленым Сукном И усиленно Мигает Глазами. Словно Видит Перед собой Не сукно, А солнце. Следователь Быстро Пишет. Так Мне Идить? Спрашивает Денис После Некоторого Молчания. Нет, Голубчик, Я должен Взять Тебя Под Стражу И Отошлать В тюрьму. Денис Перестает Мигать И, Приподняв Свои Густые Брови, Вопросительно Глядит На Чиновника. То Есть Как Же Это В тюрьму Ваше Благородие. Мне Некогда. Мне Надо Еще На Ярмарку Успеть. С Егора Три Рубли За Салу Получить. Так Молчи И не Мешай. В тюрьму. Вот И Здрасте. Так Было Б За Что? Так Я Пошел Б С Радостью. А То Так Здорово Живешь. Да За Что Ж Это? И Не Крал Кажись И Не Дрался. А Ежели Вы Насчет Недуимки Сомневаетесь Ваше Благородие То Не Верьте Старости. Вы Лучше Господина Непременного Члена Спросите. Креста На Нем Нет На Старости То. Молчи. Да Я И Так Молчу. Бормочет Денис. А Что Староста Набрехал В Учете Это Я Хоть Под Присягой Нас Три Брата Кузьма Григорьев Стало Быть Егор Григорьев И Я Денис Григорьев Ну Вот Сбился Ты Мне Мешаешь Эй Семян Кричит Следователь Увести Его Так Я Обтом И Толкую Нас Три Брата Бормочет Денис Когда Два Дюжих Солдата Берут И Ведут Его Из Камеры Брат За Брат Не Отвечик Кузьма Не Платит А Ты Денис Отвечай Эх Вы Судьи Помер Покойник Барин Генерал Царство Ему Небесное А то Показал Б Он Вам Судьям Надо Судить Умеючи А Не Зря Ты Хоть Высеки Но Чтоб За Дело По Совести Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok